И ищут какую-то таблетку специальную, которая позволит им... Самое интересное, что когда ты вбиваешь сюда яйцо, этот оттенок уходит, бурьон становится прозрачный. Чубаку верили эти пассы. Небольшой прогиб в спине. Сейчас мы будем готовить полезный суп. Я расскажу про ингредиенты. Это яйца, это источник белка, клетчатка, это окра и имбирь. Имбирь это, естественно, для поддержания иммунитета. А, и самый интересный ингредиент это молангай, листики. Ну, можно сказать, что он содержит такие вещества, как антиоксиданты, да, антиоксиданты, и еще к тому же он имеет регенерирующие свойства. Окра. Помимо того, что это источник клетчатки, она имеет в составе слизь, которая благотворно влияет на лечение язвы, гастритов. Поэтому, если вы будете есть, у вас будет меньше шансов иметь какие-то нехорошие последствия от этого. Я имею в виду от язвы и от гастрита. Итак, начинаем процесс готовки. Первым делом я наливаю воду, примерно так. Потом закидываю туда окру. Она будет вариться недолго, минут 5 всего. И джинджер, то есть имбирь. Он варится столько же, даже если он и будет хрустеть на зубах, хуже от этого не будет. Добавляю соли. Ну, где-то вот столько пока. Потом уже... нет, надо еще. Потом можно будет добавить. Включаю огонь. Ставлю его чуть больше среднего. Ну, и накрываю крышкой. Первый этап завершен. Дело в том, что здесь сквозняк. И мне приходится ставить защиту, чтобы, ну, скажем так, не задувало. Вот и все. Чтобы не терять время, сейчас можно взбить яйца для того, чтобы потом вылить наш суп. Ничего с ними не будет, если они 2 минуты постоят. Я потом их еще подмешаю и вылью. Есть один такой ингредиент интересный. Я даже не знаю, что это за лист. Я искал лавровый, мне его сучили. Оказался он не лавровый лист. Ну, иногда я его добавляю. Сейчас он стал добавлять в эти супы свои и скажу, что я, может быть, даже выиграл. У него такой привкус интересный. Похоже немного на... Ну, что бы похоже? На маринованные грибы. Ну, вот все, яйцо взбито, пускай стоит. Имбирь в супе имеет очень интересное свойство. Он, бульон, делает мутным таким, ну, как будто он грязный такой, сероватый оттенок. Самое интересное, что когда ты вбиваешь сюда яйцо, этот оттенок уходит. Бульон становится прозрачный. И все встает на свои места. Ну, вот вода закипела. Уже можно закидывать наш малангай. Просто кидаешь его, ни о чем не думая. Ну, вот малангай покипел где-то минуту, и можно уже вливать яйцо. И помешать. Чтобы белок с желтком разошелся. Не было больших сгустков. Сейчас закипел наш малангай. Можно его выключать и закрывать крышкой. Все. Суп готов, пускай стоит. Можно сразу есть. Ну, мы подождем, пускай настоится. Так вкуснее. Весь процесс занял не больше 10 минут. Теперь я вам покажу тренировку для пожилых людей. Да, пожилых людей. Но, в принципе, я сейчас так же занимаюсь. Как пожилой? Да, как пожилой, потому что у меня артрит. Вот. Начнем мы сегодня с грудных. Предварительно. Разогреть свои ключевые суставы и локти. Итак, сейчас будет отведение в стороны 10 повторений. 10 сделан. Теперь перед собой 10 повторений поднимаем. Так, теперь поднимаем полностью руки над головой. Оставляем их в этом положении. Стоп. Опускаем вниз и поднимаем, выжимаем. Так делаем тоже 10 повторений. Так что 10 повторений сделали. Теперь зафиксировали в этом положении. И очень плавно, медленно вниз. Идем сюда и назад. Вперед. Назад. Так у нас ротаторная манжета прорабатывается. И резьб травмироваться потом будет меньше. После этого опускаем руки вниз. Сгибаем. Вторую так же сделаем. Переворачиваем. И отводим локоть в сторону. Ой, да. Руки в сторону. Вот таким образом. Вращай, вращай. Не надо сильно это делать. Просто вращай потихонечку. Взял. Все, молодец. Все, давай сюда. Итак, вот мы размяли наши гельтовидные мышцы. Теперь, в принципе, можно просто поджиматься немного. Либо уже прийти к жиму. У нас есть самодельная штанга. К самодельной штанге. К жиму лежа. Самое главное в этом упражнении, это делать его плавным. Сводим лопатки. Небольшой прогиб в спине. И кладем на нижнюю часть грудных. То есть, чуть-чуть под грудь. Вдох, вылет. Вдох, вылет. Все эти упражнения мы делаем в диапазоне 15-20 повторений в 3 или 4 подходах. Мы не делаем их до отказа. Да, суп достаточно интересный такой, необычный. Ты попробуй его совсем. Он вязкий, да? Да. Причем имбирь он разварился, да? Да тут все разварилось. Он просто настоялся. Вот. Такой суп надо есть. В принципе. Сил больше будет. И в то же время он как бы не дает лишнего веса холестерина. Я, например, ну скажем так, не молодой, но поил, вроде нормально, чувствую себя. Чувствуешь себя хорошо. Да, и форму можно держать. Да. Тут самое главное, чтобы постоянно держать себя в форме, не стареть, вам придется заниматься спортом, придется соблюдать правильное питание. В принципе, это такие очевидные вещи, но почему-то многие люди об этом забывают. И ищут какую-то таблетку специальную, которая позволит им стать моложе. Да, еще кремлевскую таблетку глотают, капсулу такую. Помнишь, в мамке моей было? Нет. Дядька ее привез с Апскова. Такая капсула называлась кремлевская таблетка. В 90-е годы, я понимаю, что это разводило какое-то. Но тогда все верили, так же, как и Кашпировскому. Чумаку верили, эти вот пассы. Заряжают, заряжают свой суп энергией, энергией заряжают. Ну, это идиотизм полный. Да, гораздо проще просто правильно питаться, да. Допустим, для меня, мне уже нужно побольше белка, потому что я опять начал тренироваться. Мне нужно где-то 2 грамма на килограмм веса. Это где-то 140-130 грамм белка в день мне нужно съедать, да. А Баки чуть поменьше, да, но в связи с тем, что он опять начал заниматься, ему нужно принимать где-то, я думаю, грамм 100 белка тоже ему хватит. То есть 1,5 грамма на килограмм веса. Если вы будете есть такой суп, те, кто находится на Филиппинах, потому что если вы находитесь в России, то малунгай можно заменить чем-нибудь, какой-нибудь другой травой. Например, взять обычный салат или еще что-то в этом духе, да. Вы получите больше клетчатки, витамины и будете себя чувствовать хорошо. Поменьше плохих жиров и побольше качественного белка. Да, поменьше консервы ешьте. Лучше вот так вот зеленки наварил и проел. Потому что ешь консервы, хрен знает, что туда напихали помимо рыбы. Хоть и написано томатный соус, но мы все знаем, что могут написать. На сарае, например, слово известно из трех букв, а там дрова лежат. Вот и верь. Вот вы смотрите на нас, рыбу сейчас вы не сможете купить, потому что она дорогая у нас в России. Но в принципе потасу можно купить, отваривать ее, почему нет? Тасу хорошая рыба, я люблю. А что в яйце ее обвалять и обжарить? Ну, лучше не обжаривать, конечно, лучше отварную делать. Ну, бабушка как делала? Она отварит, потом на пару и это все продержит там никаких. Лучше на пару, да. Если вы будете с маслом жарить что-то, ну... Да, да. Калорийность, во-первых, лучше станет. Она в кастрюлю положила, воды долила туда, она под крышкой потомилась. Ну, в общем, не суть. Можно найти достаточно дешевые продукты, но полезные. Взять, покупать ту же самую куриную грудку. Она будет дешевле. Если вам уже там за 50 лет, вы сможете просто одну куриную грудку в день, даже если будете съедать. А отварную там или, я не знаю... Лучше отварную. Да, лучше отварную, конечно. Можете запекать ее, можете в пароварке ее делать. Можете ее смешать, например, с тыквой. Вот я так делаю. И есть целый день. Да, и добавлять себе зелени какой-то. Вместо картошки можно купить свитпотейта. Это сладкий картофель и батаре. Он у нас есть, разобрался. Да, он у нас есть, только я не знаю, сколько он у нас стоит. Если вы хотите хорошо выглядеть, вам поможет только здоровое питание и правильный образ жизни. Занимайтесь спортом. Ешьте правильно. Считайте калории, жирки, белки, углеводы. И, в принципе, на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok